Девушки отдыхают Здравствуйте все! Меня зовут Иван Кононов, я главный редактор издательского дома «Отечественные товары-производители». А это программа «Третье дыхание», о тех, кто добился в жизни многого, но не останавливается на достигнутом. У меня сегодня в гостях мой давнишний друг и коллега, тележурналист, медиа-менеджер Евгений Додолев. Здорово, Женя! Приветствую! Я рад тебя страшно видеть. Понимаю, что ты здесь сам, в общем-то, хозяйничаешь на своей программе, но здесь ты как гость, поскольку ты здесь не как телеведущий, а как человек, создавший историю «Машины времени». Так что, друзья мои, сегодня нам предстоит путешествие на «Машине времени». Вот посмотрите внимательно на эту книгу, она так и называется «Машина времени». Всем поклонникам этой группы, Андрея Макаревича и его команды, которая видоизменяла за это время. Эта книга будет просто домашним чтением очень интересным. Должен вам сказать, что я пожалел, что я раскрыл её, Жень. Она почему-то продаётся запелёнутой в целлофановую плёнку. Да, потому что в ней неоднократно в прямой речи и моих собеседников, и в моём тексте употребляется несколько слов, которые смущают издателей. Это слово «жопа» и слово «мудак». Оба слова являются нормативными, они не являются ни цензурными. Это грубые слова, которые, в общем-то, не принято употреблять в приличном обществе. Видимо, видимо. Но поскольку я никогда не принадлежал к приличному социуму, то я и слово «жопа», и слово «мудак», и другие слова употребляю, которые нельзя употреблять в эфире. Но издательство почему-то решило, что эту книгу упаковать так, как обычно упакуются книги с ненормативной лексикой. Потому, что у меня предыдущие книги содержали другие слова. То есть, это плюс 18. 18 плюс, да? Это 18 плюс, да. Вот в предыдущих книгах у меня действительно употреблялись ненормативные лексико-слова, которые нельзя произносить вот здесь, в нашем эфире. Но у нас эфиры не запакованы. Почему запаковали книжку? Слушайте, но я считаю, что, друзья мои, вы ещё скорее должны принять решение и срочно бежать покупать эту книгу, потому что она, по сути дела, запретна отчасти. Где ещё увидишь слово «мудак» в этом смысле? То есть, мудаков много, а слов мало. Где она продаётся-то? Ну, я так полагаю, что везде это издательство СТ, крупнейшее отечественное издательство, поэтому она должна быть во всех крупных книжных магазинах и в сетях. Машина времени, я, кстати, только сегодня от тебя узнал, оказывается, ей в этом году, это как-то в голове не укладывается, 50 лет. Юбилей. Настоящий юбилей. Как такое может быть для, в общем-то, нашей группы, которая, ну, моя ровесница, по сути дела, я родился в 1953 году, значит, когда она началась, мне было 13 лет. Ну, ты ровесник основателя группы Андрея Вадимовича Макаревича, Борзова и Кавагоя, да, 50 лет, в 1969 году, в мае, школьный коллектив, который до этого назывался «За Китс». Это московская школа? Номер 19. Ну, а какая она, крутая была? Ну, да, спецшкола, спецшкола с усиленным, как это, с усиленным изучением английского, она английская, короче. Ну, Макаревич из какой-то же семьи такой достаточно элитной, да? Да, у него папа был очень видным архитектором московским, а мама врачом тоже таким элитным. И соответствующая школа. А он бунтарь такой в этой школе или нет? Ну, в общем-то, да, он был бунтарём и в школе, и в школе, может, в меньшей степени, но из архитектурного его просто слили. Уже потом. Да, он уже был в статусе лидера такой подпольной команды «Машины времени» как раз. А группа «Машины времени» ещё по-английски она называлась, да? Да, название придумал Юрий Борзов, одноклассник Андрея Макаревича. И тогда были названия, которые и на английском бы звучали, и на русском обязательно в множественном числе. И были предложены им «Летающие тарелки» и «Машины времени» – «Time Machines». И оригинально вот группа называлась «Time Machines». Потрясающе. Да, потом она была переименована в «Time Machines», то есть «Одна машина времени», а потом просто стала называться по-русски. Ну, самое интересное, что эта «Машина времени» Макаревич, она стала для нас, для всех «Машина времени», по большому счёту. Согласен. Потому, что она, вот скажешь «Машина времени», и возникает сразу цепочка своих воспоминаний, ассоциаций, аллюзий. То есть, мы не про фантастику думаем, а про конкретный коллектив для нас. Нет, конкретный коллектив, который конкретно прошёл через нашу жизнь, так или иначе. Да. Я практически как бы не ответил толком на твои вопросы, которые ты ставил передо мной по поводу «Машины времени», но я могу сказать, что для меня она тоже, естественно, оставила свой след. Потому, что я помню, что мы тусовались на Стромынке, это знаменитое общежитие огромное, где жил, кстати, Михаил Сергеевич Горбачёв в своём время. И мой друг там учился в институте, и он там, поженившись, получил комнату отдельно, и мы там тусовались. И туда приезжала «Машина времени», это было суперсобытие. Я не уверен, что там приезжал Андрюша Макаревич, они тогда как бы там разные были коллективы. Если «Машина времени», то это вот Андрей. Или там был барабанчик из «Машины времени», я не помню. Ну, что-то такое было связано с «Машиной времени». Но самое главное потрясение было для меня, это когда я услышал в глубокие советские времена марионеток. Они, на мой взгляд, актуальны по сию пору, что мы все марионетки, и, в общем, это было смело. Но, тем не менее, мне кажется, что вот как «Машина времени» была, подростковой группой, она до сих пор такая осталась. Вот по жанру, потому что она без всяких выкрутасов, она простая, чёткая, с такой, я бы сказал, подростковой даже лексикой. Вот мне такое ощущение. Ну, возможно. Поэтому она любима многими и жива по сию пору. А Андрей же пошёл дальше, он создал там дополнительный свой какой-то коллектив. У них у всех музыкантов в группе «Машины времени» есть так называемый сайт-проекты, то есть проекты на стороне. Но ни один из них, по словам того же Макаревича, даже близко не может сравниться по раскрученности вот этого бренда «Машины времени». Прежде всего в коммерческом аспекте. Что даже если сложить их все-все вместе, и нюанс Кутикова, и сталкер Державина, и три коллектива, которые работают. Веродецкий тоже что-то там пытается делать. Да, «Машины времени» – это очень разогнанный бренд, и в этом как бы сила. Потому что, ну, как ты уже сказал, мы говорим «Машины времени», и мы не про книжку, там, думаем, фантасты, и не про какие-то фильмы. А про конкретный музыкальный коллектив, который стал явлением, конечно. Ты знаешь, я помню первый раз, когда увидел Андрея, я никогда не могу сказать, что я был поклонником «Машины времени». Скорее, мой ребёнок был поклонником. Опять-таки, это говорит о каком-то таком юношеском задоре этой группы постоянном. Вот ему, ещё он был пацаном, очень нравилось «Машина времени», Андрей Макаревич. И когда я с ним впервые встретился, я понимаю, что он, естественно, не помнит обстоятельства этой встречи. Мы готовились тогда к фестивалю в ГДР, куда я тоже ездил. И меня потрясло его как бы изысканный стиль общения. Он при знакомстве щёлкнул каблуками. По-гусарски так, знаешь. Вот, и очень так, как это говорят, церемония такая была. И поклонился. Вот. Поэтому потом вся его вот эта вот музыка, песни, как-то вот меня лично не очень трогали, если честно. Я вырос, что называется. Тот же Гребенщиков и его коллеги, они вот больше будоражили. Сейчас обидно, наверное, было вот поклон. Ну, нет, что есть, то есть. Но «Машина времени». Кстати, ты же сам был бунтарём, когда был пацаном, да? Ну, это как бы такой присущий возрасту движения души. Мне интересен, честно говоря, твой, поскольку у нас от тех, кто добился и движется дальше, ты всё время добивался и двигался дальше. Третья пенсионерская дыхание, да. Третья пенсионерская дыхание. Ростов-на-Дону? Да, был такой, было движение, тогда как раз в 70-м году делали такой отряды, трудовые отряды старшеклассников. Это аналог был студенческих отрядов, но туда не студентов посылали, а учащихся 9-10-х классов, и под это начинание меня, мой отец, который работал в газете «Комсомольская правда», решил приобщить к журналистскому ремеслу, и меня послали в первый из этих отрядов, из московских школьников. Я сам был школьником тогда в Ростовскую область в лагерь, и был прононсирован. Опять бился от рук. Да, ну я вот был таким, что называется, трудным подростком, поэтому Портвейн, ростовские девчонки, по казакам. Да, поэтому, в общем, ничего я не написал, подвёл Юру Щекочихина, спустя много лет делал с ним интервью для взгляда, поэтому как-то всегда мы были вместе. Дудрюк, ну я считаю, что тебе надо наверстать Пущино всё-таки, написать об этом. Написать репортаж? Смотри, нет, мне кажется, что ты немножко недооцениваешь собственного опыта, в том числе журналистского и жизненного, который тоже, мне кажется, интересен, и тоже является, по сути дела, некой машиной времени. А для тебя, вот когда появилась машина времени в твоей жизни? Машину времени я школьникам слушал, мы ездили на какие-то… Вот как раз в те времена, о которых мы с тобой вспомним. Да, да, и я там всех знал музыкантов, там, и фокинок. В смысле, знал про них? Нет, знал про них, конечно. Они для меня всё-таки в школе, там, этот год разницы на один класс, это целое поколение. Это сейчас 3, 5, 10 лет разницы, в общем, мы все навесники, думаем одинаково, и на одних и тех же кодах выросли. А тогда, как каждый класс, это было, ну что там для десятиклассника, семиклассник, это просто какая-то мелюзга, которую вообще замечать-то, в общем, недостойно. Поэтому для меня они были такими, в общем, музыкантами, вот как ты правильно употребил слово, бунтарями. В каждой песне искался подтекст, в каждой песне искался какой-то двойной смысл, и позже выяснилось, что иногда он и не вкладывался. Кстати, интересно, что сам Андрей Вадимович считает, что первым суперхитом «Машины времени» была песня «Солдат». Я даже не знаю. А там такие строчки, что я с детства выбрал верный путь, решил, чем буду заниматься, и вот никак я не дождусь, когда мне стукнет 18. Тогда пойду в военкомат и заявлю при всех, как нужно, что я в душе давно солдат. В общем, взяли на службу. Ну, патриотическая песня. Ну, в этом был стёп абсолютный, потому что тогда косили от армии всех, т.е. не поступить в армию. Что значит попасть в армию? А значит, ты не поступил в институт. То есть, это был троллинг такой. Это абсолютный был троллинг, но интересно, что часть публики, там вот сельская, воспринимала это вот как такую действительно патриотическую песню «Солдат», а московское студенчество, продвинутые, что называется, они вот это ржали и вот с юмором. То есть, вот двойной смысл в первом суперхите, как выяснилось, был. Хотя некоторые до сих пор из машинистов это отрицают, но здесь я с Андреем Вадимовичем разделяю его позицию, и я уверен, что закладывался именно вот этот вот стёп. А ты никогда сам не играл там на гитарах? Нет, у меня я абсолютно лишён слуха, голоса, и просто вот не далее, как сегодня утром, просто поссорился с сестрой Андреем Вадимовичем Макаревичем, потому что через это, через отсутствие музыкального слуха. Потому что она с очень ранней поры, со школьной, замужем за Валерой Ворониной, который в архитектурном тоже учился, а сестра Валеры Ворониной, она подруга и всей семьи, и музыкантов, ей 64 года сейчас исполняется. А у Битлз есть песня, когда мне станет 64, и ребята решили сделать такой флешмоб, чтобы каждый поёт по строчке, она выделила мне пару строк, я говорю, Наташа, я не могу спеть, она говорит, ну начитай, хоть как-нибудь, я настолько лишён, начисто в отличие от тебя, то есть у меня вот этого нет, и просто буквально надулась и обиделась, что я, в общем, старинную подругу не поддержал, не поздравил фактически с днём рождения. Ну хорошо, а в компаниях пели, играли, да? В компаниях, конечно, все пели и играли, в компаниях пели и играли, я помню, такой Миша Королёв, который сейчас фотограф, вот у него все собирались, и там впервые опробовала свой вокал никто иная, как Жанна Агузарова, потому что я познакомился с ней в центре Москвы, вот, это абсолютно был экзотический персонаж, она не пела, она ещё не знала, кем она станет, вот, у неё был какой-то краденый паспорт на имя Ивана Андерса. Она же у нас анаполитянка, поэтому. Да, она говорила, что она… А уже тогда она говорила? Она гнала дико, она показывала какой-то полароид, где она якобы с Дэвидом Боевым, блин, очень похожа, и она, и Дэвид Боевым, не знаю, кто это, что было, но, в общем, все завороженно смотрели на этот полароид, я её пригласил вот к Мише Королёву, вот, а он пел там, и вот, и как-то он всё время говорил, ну, что вы там не поёте? И вдруг она вот это выдала своё, и там все просто отпали. А что она пела? Ну, что-то такое совершенно из такого репертуара, из русского что-то такое, вот, про Стеньку Разину или про… Ну, своим вот этим уже… Да, вот этим безумным голосом, я помню, как все затихли, и кто-то, я не помню, кто-то пробормотал, что человек вот по жизни-то не тем занимается, вот, что ему петь надо. Да, и после этого она познакомилась с Артемией Троицким, и как-то вот у неё… Артемия ей, да, дал толчок? Вроде бы да, согласно легенде, но вот впервые свой вокал, это она и сама не отрицает, вот, был опробован в Хрущёвке, в Измайлово, в квартире студента Михаила Королёвого. Слушай, тебе ещё писать, не переписать вообще, про всё про это бы. Лучше не надо бы. Мне кажется, что… Ты каждый раз получаешь себе недругу после этого. Очень-очень многие будут недовольны, очень многие будут недовольны, потому что вот в этой студии в качестве ведущего разговаривал со своим коллегой, который ведёт на общественном телевидении России программу, и он говорил, что вот книжки предыдущие, вот, где интервью с тобой есть, да, «Мушкетёры перестройки», были очень недовольны все наши бывшие коллеги, кто сейчас работает в ВТС. Про программу «Взгляд» и всех тех, кто её делал. Да, и Анатолий Лысенко, и Лена Саркисяна, и Сергей Ломакин, все меня всячески как бы проклинали. Ай, ну это, к сожалению, удел биографов и историков, потому что от тем паче, если ты пишешь о временах, которые ещё все помнят, то все читают правильную историю ту, которую помнят они. Совершенно искренне причём. Абсолютно. Люди одни и те же события помнят абсолютно по-разному искренне. Я был потрясён, мы были с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым, по-моему, Сорокиной она вела передачу про телевидение прошлых лет, и мы вспоминали про «Двенадцатый этаж». Да, ну да, культовый такой проект. Да, который я просто знаю, какую героическую роль сыграл Сагалаев в этой истории. Но он расскажет её совершенно не так, как я её помню. Да. И последовательность событий он воспроизводит по-другому. Я сейчас даже не берусь описывать ни своё, ни его как бы видение. Мерс, версия. Да, потому что, ну я был потрясён, насколько, я говорю, Эдуард Михайлович, по-другому всё было, мой дорогой. Да. Это вы лично вот увидели и пошли через голову председателя комитета Лапина, ЦК КПСС, и там пропили. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Вот как мемуарист я сталкиваюсь постоянно, что люди искренне, без всякой корысти, без того, что они хотят переписать историю, не помнят каких-то вещей. Андрей Вадимович отрицает какой-то смешной, с моей точки зрения, забавный пакт, что у него дома жил пингвин, пингвиних. Ему подарили на Дальнем Востоке, вот и пошло за тех, кто в море, пингвиниху. Я очень хорошо это помню, я помню, что рыбу ей присылали, что дико воняло у него там на Гагарина этой рыбой уже на личной клетке, когда приходили. Этот лоток, где она стояла просто. Как можно забыть вот это? Мне непонятно. А вот просто напрочь забыл? Он напрочь, а он про удаву, он помнит там про какие-то. И он говорит, ну ладно, пусть это будет твой художественный вымысел. Я говорю, мать твою, ну нафига мне этот художественный, что он добавляет? Он что, как-то раскрывает историю страны или историю машины времени по-другому? Это просто какой-то, так сказать, прикольный пакт. Просто не помнит. И вот масса таких вещей, когда люди забывают, но это лучше, чтобы они что-то забывали, чем они помнили бы то, чего не было. Вот это вот весь вариант гораздо хуже. Ты бы, на мой взгляд, избрал, в общем-то, беспройкошный вариант, потому что ты делаешь палитру взглядов, палитру воспоминаний. Да, без оценок стараюсь. И при том, при всём, что на тебя обижаются, я думаю, обижаются они, надеюсь, просто чисто так эмоционально и обиды проходят. Потому что придраться-то не к чему. У тебя есть и эта точка зрения, и это воспоминание, и этот сказал, ну да, так помнят. И в этом, кстати, тоже есть некий интерес. С другой стороны, ты понимаешь, насколько же сама история уже неощутима в реальности. А история переписана. Согласен, Ваня, история телевидения нашего, она в наших глазах переписана. Вот официальные трактовки очень многих событий, они… Я с этим абсолютно согласен, мало того, я свидетель тоже живой, что называется, того, как забытая история той же программы «Время», где я имел честь работать, 75-го года. Ещё до Сагалаева, когда Сагалаева там не было, ты ушёл из программы «Времени» или в молодёжку. В молодёжку. Нет, я работал как раз с тем человеком, который создал программу «Время», и он меня принимал на работу. И вот эта фигура совершенно несправедливо забыта и практически не вычекнута, но, по крайней мере, не берётся такой серьёзный расчёт. А это человек, который, собственно говоря, привёл программу «Время» к государственной премии. И я там ещё работал, когда программу «Время» получил государственную премию. И это был выдающийся совершенно человек. Юрий Александрович Летунов, создатель программы «Маяк», один из. А вот программу «Время» он создал сам, с нуля. Он сделал её главной программой центрального телевидения. Это был красивый, с мальчишеским, с задорным голосом человек, таким звонким, с шевелюрой седых волос, который устраивал летучки, на которой сходилась там вся передовая часть телевидения. Потому что он приглашал Константина Симонова на летучки. Я помню, как приходил к нам на летучку Константин Симон. В качестве кого? В качестве гостя, в качестве обозревателя, в качестве человека, который делился своими мнениями по поводу того, что он видел, как он относится к работе главной редакции информации. Это называлось так, главная редакция информации. Анатолий Карпов, ну и там какая-то куча потрясающих людей. И он мог запустить стул у нерадивого редактора просто, если тот допустил какой-то ляп, он просто был взрывной, но при этом грудью вставал, защищая своих перед высшим начальством. И всю вину брал на себя, всегда. Это очень достойно. Никогда не говорил, что вот там этот, там то-то, то-то, то-то. Это я за это отвечаю. Поэтому он и умер от двух инфарктов, не даже в 60 лет. Он получил первый, ушел в политобозреватели. И ему, как командиру большого корабля, заниматься просто вот такой вот советской пропагандой, тогда еще советской, естественно, да, было не в Моготу. И он получил второй инфаркт, и вот я был один из тех, кто нес его в ГДРЗ тогда, было прощание. Вот, и я по жизни по своей обязан этому человеку за то, что он разглядел во мне что-то, потому что мне потом уже рассказывали, это же легенда моя. Что Литон говорил, вот этого парнягу, типа, ну, двигайте, да. И тогда двигали всех. Там выросла Танька Меткова, Татьяна, да. Мы пришли вместе практически, она чуть раньше заставки ставили. И вырос я через, я еще учился на третьем курсе всего университета заочно. Я уже был редактором. По окончании университета я был старшим редактором. Когда я уходил к Сагалаеву, я был ответственным выпускающим программой «Время». Мне было 28 лет. То есть, я нес ответственность за всю эту большую машину. Ну, конечно, там были инстанции надо мной, но тем не менее. И меня только подкосило то, что стали умирать один за другим генсеки. Сначала Леонид Ильич, потом Черненко, потом Андропов. И это было уже вот так вот. Потому, что весь народ был перекручен, перекорежен. И было непонятно, что происходит. И когда с одышкой Черненко говорил какие-то слова, это было уже вилы. И вместе с Горбачёвым я пришёл в перестройку в 85-м году. И Сагалаев меня принял под своё крыло, увидев мой капустник, снятый там каким-то левым образом. Понимаешь? Он разглядел тоже во мне что-то такое хулиганское. А это была самая хулиганская программа. Вернее, редакция на центральном телевидении. И Эдик всё время это стимулировал, подстёгивал. Он ненавидел, когда люди там что-то несли такое тривиальное. Когда я поехал первый раз за рубежную командировку, извините, что я про это рассказывал. Мы с тобой как коллеги друг друга поймём. Первый раз у меня было 33 года, я поехал сразу в 16 стран. Ого. Автобус шёл, такой комсомольский. И был послан туда в награду за свой 12-й этаж, который сделал революцию по тем временам. И я в награду был послан в эту командировку. Понимаешь, что Сагалаев ждал от меня какого-то уже смелого. Но я был не на уровне, потому что я был сметён новой информацией. Я не разглядел там в этой загранице ничего, кроме кайфа для себя. Хоть мы жили там в каких-то студенческих гостиницах. Но для меня это было просто. Я что-то там вякал. Понимаю, что мне нужно что-то политическое такое вякнуть. Что-то такое вот. Но я не понял, короче, говорят, что мне делать. И как ты профукал командировку от комсомолки мальчишкой. Так я уже взрослым мужем профукал командировку. Сагалаев, конечно, посмотрел то, что я снял. Был разочарован, да? Было видно, что ему... Самое интересное было, что я там познакомился в Стокгольме с внуком Шкуро. Атамана. Это единственное было светлое пятно. И то меня местные наши же кураторы, которые с нами ездили, не пустили к нему. Почему? Ну, сказали, что ты что, Шкуро, это враг советской власти. Ты кого собираешься пропагандировать? Это тогда было ещё так. И я пригласил его к нам и снял интервью. Но это было, конечно, не то. Это было единственное, что было... А всё остальное было тривиальщина такая, короче говоря. Вот такая была история. Хотя молодёжка всегда по всем статьям была революционной. И, кстати, «Машина времени» выступала у нас. Тоже непоказываемая ещё на телевидении. Она выступала у нас. И вот новый поворот. Эта песня была... Я думаю, что впервые на телевидении исполнена программа «12 этаж». Кутиков тогда там зажигал. Значит, это же его... Да, это музыка его. Текст Макаревича. Текст Макаревича. Ну, про музыку там Подгородецкий оспаривает. Авторство это... Да, это очень такая история, запутанная с поворотом. Да у них там вообще-то много, я так понимаю, запутанных историй. Петя до сих пор обижен, по-моему, на Макара. Ну, да, Подгородецкий. Кстати, у меня с ним тоже не сложились рабочие отношения. Ну, как у журналистов. Мне кажется, он очень сложный человек. Мне кажется, такой неопаренный. Ну, видимо, для компании, да. У меня с ним абсолютно не сложилось. Но я читал его книгу и читал его интервью. Он считает, что его по каким-то политическим мотивам слили из машины времени. Что это было там пожелание. А политические вот какие? Вот, кстати, сейчас витают эти мотивы. И даже, я знаю, у тебя они не последнее место занимают в шкале ценностей. Да. А у них-то что там, могло быть, политического? И якобы высказали пожелания вот Немцов, Чубайс и прочие, которые были друзья в машине времени, что Петя не должен быть… Что Петя ватник, типа? Ну, тогда не было так. Тогда мы… Ну, условно говоря. Тогда ещё как бы не было вот этого разделения. Хотя, насколько я знаю, что там просто, в общем, наркотики, на самом деле. Боже мой. Полное отсутствие дисциплины, да. А об этом тоже есть книжки? Немного. Я ещё раз вам покажу эту книжку, мои дорогие друзья. Книжка называется «Просто и со вкусом. Машина времени. История группы». Ну, он был очень недисциплинированным. Он талантливый, бесспорно, с этим никто не спорит. Но он подводил, он мог не приехать на репетицию, мог не приехать на датрон. А, ну, чисто альянсонные какие-то. И здесь я придерживаюсь точки зрения его бывших коллег, что просто, к сожалению, с ним невозможно было работать. Он, скажем так, не вписался окончательно. Жалко, конечно, потому что он виртуозный, на мой взгляд, музыкант. Это да, он единственный с музыкальным образованием из всех машинистов. Единственный человек, у которого есть музыкальное образование. Единственный, кстати, кто и в армии служил, это тоже такая, кстати, деталь. Но говорят, что вот испытание кокаином он, увы, не прошёл. Ну, в отсутствие не будем про это, тем паче никто ему не сыпал дорожки из нас. Ты сам-то в армии служил? Нет, но как бы все, у кого была военная кафедра, мы все лейтенанты запаса в советское время. Ты где, на журфаке? Нет, какой журфак? Меня документы никуда не брали, я же не был членом ЛКСМ. Меня не приняли документы даже в институт, где работала, до сих пор работает моя мама. То есть, ты до такой степени был бунтайм? Ну, я отказался вступать в ЛКСМ в то время, и у меня дорога была закрыта во все высшие учебные заведения. А чем мотивировал, извини? Ну, я вот был такой, наверное, глуповат был. Тогда мне казалось, что я бунтарь, а сейчас я понимаю, что надо было, в общем-то, это как-то... Как и куда тебя приняли в результате? Вот мне сказали, что мне нельзя, мне не приняли документы в МГУ на Мехмат, куда я мечтал поступить. Именно по этой причине? Да, мне просто сказали, что мы ни комсомольцев не берём. В МАИ, где работала, работает моя мама, сказала, мы готовим на космос людей, поэтому не членов ЛКСМ, просто приёмной комиссии отказали в приёме документов. Единственное, куда меня приняло МАТФАК МГПИ имени Ленина. То есть, педагогом с детьми заниматься? Пожалуйста, ты можешь быть не комсомольцем, кем угодно, пожалуйста. Вот дети, это вот... Но ты этот выбор сделал просто по... Чтобы заниматься математикой, я мог только в педагогическом. А ты хотел заниматься математикой? Я хотел заниматься математикой, у меня мама математики, и я вот был совершенно... А когда ты перековался в гуманитарии? Ну, как бы, папа у меня журналист был, папа у меня работал в комсомольской правде, и поэтому я очень быстро, закончив вузы, отработав, как положено в госком издате и вычислительном центре программистом, отработав, я устроился на работу в московской комсомольце, не будучи комсомольцем. Вот я до сих пор благодарен, что Паша Гусев меня взял в орган МГК и МК в ЛКСМ не комсомольца. Фантастика. Да, он мне вообще всего один вопрос задал. Он спросил, пьёшь? Вот, я соврал, сказал, что нет. Он так внимательно посмотрел, понял, что, в общем, наш человек и подписал заявление, потому что это был тот же самый 1985 год, когда ты пришёл в молодёжь. В это же время было антиалкогольной кампании, когда все боролись с употреблением алкоголя в журналистской среде, в общем, это было, бороться очень сложно. И, кстати, когда мы ездили с машины времени, о котором в этом эпизоде не помнит Андрей, в Геру, в ГДР, это был страшный, сукой закон на нашей территории, страшный. И вот там мы отвязывались, в Гере. Может быть, он поэтому не помнит? Он очень много вещей не помнит, потому что он нереально трудоголик, человек, у которого очень насыщенная жизнь, он просто не помнит огромное количество вещей с этим. Ну, это малозначимые для него просто вещи, поэтому он их выкидывает из памяти, наверное, правильно делает. Да, но дело в том, что он же дискутирует, он же не говорит, что фиг его знает, может, было. Он говорит, нет, этого не было, хотя остальные люди говорят, что было, и это, опять же, не про какие-то вещи, которые могут его скомпрометировать или как-то показать с какой-то стороны, а просто какие-то бытовые детали. У него с этим, к сожалению, плохо, потому что с ним боятся очень спорить, с ним не связываются, потому что он всё-таки… Никакие аргументы его не убеждают. Да, всё-таки он диктатор, я убеждён, при том, что он как бы галантный, как ты рассказываешь, и, в общем, он такой вот светоч отечественной интеллигенции, но я уверен, что он, на самом деле, очень жёсткий в работе человек, очень такой вот добивающий своего, и которого подсылают, в том числе и в издательствах, как выяснилось. Ну, в ГДР у меня есть просто неопредвижимое доказательство фотографии совместное, при этом я тогда был начальником молодёжной редакции, поэтому я стою в центре, и мы освещали эту замечательную поездку, этот прекрасный фестиваль молодёжи и студентов в германском городе Гера. И вот нам меняли по 500, можешь себе представить, по 500 рублей нам меняли, а тогда курс был за одну, за один рубль давали три марки. Восточные, да, марки? Ну, это всё равно, это были гигантские деньги, восточные, то есть, полторы тысячи марок, при том, что там порция выпивки стоила там одну марку, условно говоря, да, мы просто были там ручки. Мне нравится, что меряется, вот, не на джинсы, не на пластинки, а на выкидку. Ну, это меряется, потому что я соотношу это с сухим законом, который был у нас, когда там было вообще, бог видит что. Нам же в молодёжную редакцию приходил сам Легачёв. Егор Кузьмич, там? Егор Кузьмич. Да. И нам отправлял мозги, это было очень забавно. В молодёжную редакцию пришёл, он, не помню, был кандидатом или членом политбюро ЦК ГПСС, но это просто, ну, не знаю, там. Вот эти Кузьмичи своими абсолютно глупыми запретами развалили страну в результате, потому что эти запреты, они были совершенно ничем не мотивированы, они были тупыми, и страна рухнула именно из-за этих Кузьмичей. Я абсолютно убеждён, они из-за происков ЦРУ, не из-за машины времени, не рок-н-ролла, как многие говорят, и не из-за передачи взглядов, как говорят другие, а именно из-за этих Кузьмичей. Причём в самом ЦК ГПСС была масса продвинутых и передовых людей. Тот же Бовин работал там. Ну, он был консультантом, в общем-то. Но, тем не менее. Он не был человеком, который решает вопросы. Но там были даже, вот скажем так, заведующий, я не помню, как это называлось, сектором, да, курирующим средства массовой информации, был, по-моему, Владимир его звали, Севрук. Помню так. И был там ранен, и очень серьёзно. Он был на грани жизни и смерти. И, в общем-то, он рано ушёл из жизни именно из-за этого. То есть, вот так вот тогда жила богема партийная, да, в том числе. И Севрук был очень передовозный. И был там Аганов такой. Ну, так эти же ребята их сделали. Как раз Аганов тогда, Эдуарду Михайловичу Сагалаеву сказал, ребята, вы, конечно, хулиганы, но давайте вперёд. Нет, ну, естественно, что перестройка на сверху. Более-более продвинутые, конечно, чем средние начальники, которые пришли ещё с тех вот железобетонных времён и стояли насмерть, не пуская там ни одного свежего вздоха. Вот. И мне интересно, что ты такой, в общем-то, бунтарь и борец, и прошедший без комсомола свою юность, теперь практически топишь за, в общем-то, те ценности, которые тогда были нами, для нас цены и нами почитаемы. Например. Ну, вот, что значит «например»? Какие-то какие-то... Ну, та история, которую мы проходили, которую мы почитаем, я лично тоже до сей поры, а сегодня она пересматривается, перелистывается, искажается. Нет, я могу сказать, что для меня термин «победобесия», который использует, допустим, герой этой книги в отношении праздника, связанного с Днём Победы, он мне кажется оскорбительным. Потому что я не считаю, что праздник 9 мая не должен отмечаться, или должен отмечаться как праздник какой-то только скорби. Типа вот, буквально недавно я беседовал уже после выхода книги с Андреем Вадимовичем Макаревичем в своём телевизионном эфире, и вот он говорил, что сколько можно уже проводить парады, что уже пора как бы забыть, мы не имеем отношения к этому празднику. Я вот с этим, Иван, не могу согласиться. Я считаю, что мы должны это праздновать, потому что это праздник. Но я очень трепенно, кстати, отношусь, и я с тобой в этом смысле солидарен, например, к бессмертному полку. Да. Я прошёл в нём со своими детьми, с внучками, с невесткой, мы несли портреты наших родителей. Поэтому, когда я читаю пост Вероники Долиной, что эта история постановочная, она пишет, я живу в центре, я всё это вижу, свозятся на автозаках, на автобусах, это постановочная история. Ну, вот я от очень многих слышу, так же, как от тебя, что эта история… Ну, понимаешь, боюсь, что здесь есть две стороны у этой медали, так или иначе, потому что всегда найдутся люди, которые заорганизуют, всегда. Увы, это да. Всегда найдутся люди, которые воспользуются вот порывом масс своих корыстных интересов. Конечно. И они, собственно говоря, и испортят, что называется, общую картину. И для людей, тонко чувствующих, таким, каким является, например, Вероника, я её обожаю, как поэтессу, как барда. Ну да, вот она увидела там наверняка что-то такое, что её покоробило и поспешила сказать об этом. Я, кстати, ей даже ответил, не помню, когда мы писали. Да, это был как раз тот момент, когда я был там. И я сказал, вот так вот, вот так вот, я вот иду, я переполнен чувствами. Не знаю, читала она это или нет, но мы с ней, во-первых, дружим в Фейсбуке. Надеюсь, что да. И я к этому искренне очень отношусь. Я знаю, что сейчас вот мой друг, который затеял Международную ассоциацию блогеров, потрясающий героический парень, Назир Евлоев, Ингуш, который боролся с бандитами в Ингушетии, на котором совершал множество покушений, в конце концов, оторвало ногу, его увезли в Германию, вот, выходили, вылечили. И он там остался, честно говоря, в Мюнхене он живёт, но он вот сейчас, 4 мая, будет проводить акцию «Бессмертный полк» в Париже. То есть, там-то нету тех самых, да, вот, заорганизованных масс, туда же не будет никто привозить автобусы. Я не знаю, типа, если почитать некоторых блогеров, то руки Кремля и Кровавой Лубянки дотянутся куда угодно. Ну, понимаешь, поэтому, мой дорогой друг, ты не останавливайся на достигнутом. Пусть у тебя будет и четвёртое, и пятое, и прочее дыхание, ты давай пиши. Спасибо. Потому что то, что ты делаешь, это крайне важно. Эта машина времени, которая вот сегодня нас вынесла на этот разговор, на эту орбиту, она же продолжается. И дай Бог, во-первых, здоровья самому Андрею Вадимовичу и его группе, а во-вторых, всем тем людям, которые, собственно говоря, дышат этим, и которые помнят, и которых машина времени уже и в переносном смысле несёт дальше, надеюсь, принесёт каким-то светлым и правильным результатом. Сказал он, глубоко задумывающийся. Да, я уверен, что машина времени, даже когда её слушать не будут, как коллектив, она будет помнится как некое явление совершенно культурологическое в нашей жизни, абсолютно прорывное. Может быть, не в музыкальном аспекте, я не музыкоед. Нет, по-своему, музыкальном, конечно же, потому что всё равно она своеобразная, своеобычная, крайне талантливая. Ну, на мой взгляд, на веки подростковая такая группа. Ну, это же прекрасно. Это моё такое ощущение. Это хорошо, действительно, потому что всегда есть свежесть, такая вот, какая-то подростковая максимализм. Правда же, это как бы, я не знаю, что для тебя сейчас машина времени? Для меня машина времени – это такой вот нерукотворный памятник моей юности. Вот, и, собственно говоря, это есть нерукотворный памятник нам всем. Спасибо, Андрей Вадимович, тебе, и спасибо тебе, дорогой мой Женя, Додальев, за эту книгу, за твою работу. И давай шуруй дальше, будем с удовольствием читать и сохранять память обо всём. И дышать. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Как говорят у нас в программе «Третье дыхание», понедельник – это день надежды. Спасибо. Ты идти, дыхай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова